Моё почтение, дамы и господа, с вами Габриэль Ангелос. На дворе февраль, 14 число, и это значит, что пора мне запилить видосик по танкам. Великолепный день, который я пройду со своей любимой игрой. Ну а на повестке дня сегодня у нас снова китайский тяжёлый танк 9 уровня WZ-111, на котором мы уже в самом начале на треть хп огорчаем владельца третьего ИСа. В своём прошлом видео по этому танку я уже рассказал, что он из себя представляет. Вкратце, давайте пробежимся ещё разок. Быстрый манёвренный танчик с мега-пушкой, которая касается, как свинья, но если попадёт, так попадёт, 490 средней альфы, и при этом у него нет брони. Вообще. НЛД на полхлебала, которая, кстати, пробивает Т-150. ВЛД, которая оказалась там каменным, оказалась пенопластовым, а на башне присутствуют две сиськи. Ну и главная фишка советских танков — это танкование буртом на этом танке тоже не фурычит. Третий ИС пробивает нас под дичайшими углами в гусли. Но отличнейшая динамика, отличнейшая максимальная скорость и огромный альфа-страйк за выстрел способствуют тому, чтобы вы наносили ту его кучу дамаги. Перейдём непосредственно к бою. Как вы видите, нас закинуло в топ списка. Выше некуда, выше только звёзды. В бою присутствуют седьмые уровни, выстрелы, которые мы с горем пополам всё-таки можем вытанковывать, а они буквально рассыпаются от двух наших плюх. Вообще творятся какие-то непонятнейшие вещи. СУ-122-44, ИС-6 и Вафля решили рашануть по нулевой. Стратегия их, мягко говоря, спорная. И я, завидя такой ход событий, спешу на халявную дамагу. Сперва, безусловно, стоит выпилить совков. Пробитие их оставляет желать лучшего, но, кажется, они у вас в порту или в корме мало не покажутся. Ну и подставляться под Вафлю, безусловно, не стоит, поэтому аккуратно здесь проезжаем, скрываясь за складками местности. И, как говорится, готовь к обеду ложку. Хотя стоит отметить, что именно ИС-6, тот ещё калосан. Порой влетают такие непробития, и рекажется, что дива даёшься. Но не в этот раз. И остаётся здесь единственная СУ-122-44. Вроде как жидконогая букашечка-козявочка. И вот на ней так и потерять точно не хочется. В то же время он может зарядить голду. Да что там, он может ББшкой промеж глаз в НЛД. На 390 я волнуюсь и промахиваюсь по нему. Приходится сближаться. А КДшка-то у него МЛН-носто лупит, как из пулемёта. Но не в этот раз стрелял на ББшкой, стрелял не в форт, не пробил. Всё хорошо, что хорошо, кончается. Сказал я про себя, выдохнул с облегчением, и тут смотрю на счёт. А счёт 5-9. Просто 5-9. Всё плохо. Дален, безысходность. А счёт становится уже 5-10. Конечно, в такие моменты о победе даже не думаешь. Думаешь о том, как бы надамажить побольше перед тем, как тебя сольют. Помирать так с музыкой. Почему я занимаю вот эту снайперскую позицию на этом пригорочке и отстреливаюсь по тяжам, которые врываются к нам в город? И с одной стороны, это плохо и неправильно, потому что я топовый тяжёлый танк в команде. Я фуловый, поэтому я должен вроде как делить урон со своими союзниками. И так бы я и сделал, будь я на танке а-ля СТ-1 или Е-75. Но я на ВЗ-111, друзья. Весь мой потенциал, это моё орудие и моя альфа. Для меня ВЗ-111 это, знаете, аналог 50-120, только без барабана. И продолжал бы я здесь настреливать по КД, но мой покой нарушает Вафелька. Влетает мне в борток фугасок. Я понимаю, нас раскрыли. Нужно срочно ехать и убивать эту Вафлю, пока она одна. Замечу, что сейчас я должен заряжать фугасный снаряд. Но тогда я думал, что Вафля где-то здесь, где-то рядом. И по таймингу я не успею зарядиться. Поэтому у меня остаётся бронебойный снаряд. Но, как вы видите, Вафля гоняет меня по кругу. За перезарядку моего танка 12 секунд. И, скорее всего, фугас уже успел бы зарядиться. Но я не стал рисковать. А вот и Вафля. Добегалась паразитка. Снова фугасом. Смешно. Но это засада. Он здесь один ставит на гуслю. Ремкомплекта уже нет. Одно спасает, что у Вафли очень долго. Перезарядка порядка 17 секунд. Стреляли мы одновременно. У меня заряжается фугас. Вафли и фугасы вещи несовместимые. Минуту назад я был фуловый. А сейчас у меня остаётся 500 хп. Называется, потанковал на ВЗ-111. Окружает альфа-тапок и Вафля. Безусловно, из двух стол я выбираю меньше. Пытаюсь вытанковать выстрел альфа-тапка бортом. Но даже он пробивает. Вафля уже дышит спину. Когда подходит к концу, альфа не уйдёт. Теперь Вафля. Но ядрём в батон. Тебя тут только не хватало. Откуда-то из инвиза меня расстреливают Е-75. Смотрим на ситуацию в бою. У нас фуловый Е-75. И у меня появляется надежда на победу. Я пишу в общий чат. Тащи, мужик. По сути, от противника остались рожки да ножки. Первый ИС. Это вообще не противник. Это вообще не танк для Е-75. Е-75 шотная вафля, у которой одно хп ровно. И Е-75 непонятно сколько у него хп. Тем временем Е-пошка агрит на себя первую ИСа. Это ошибка. Потому что Е-пошка шотная. Е-пошка картон. Испробьёт его и убьёт Е-75. На помощь не успевает. Выкатывается Е-75. Он тоже шотный. Он выкатывался бортом. Но наш Е-75 забирает ИСа. Хотя по-логически нужно было сначала забрать Е-75. Ведь он стоит бортом. И он его не пробивает сзади. Уже заходит Вафля. Ну на мини-карте её конечно не видно. Но она где-то сзади. Она уже где-то дышит. Тоже в шпина Е-75 выкатывается. И давай вот, но Е-ес! Молодца! Красавчик! И он остается практически фуловой против Вафля. У которой одно хп. И безусловно сразу в чат. Я начинаю тарабанить, барабанить. Фугас, брат. Фугас! Чтобы не было никаких фейлов. Никаких выстрелов в пушечку. Просто фугасок лёг рядом. И забрал паразита. Я уже уверен в победе на 99,9%. Плюс ко всему Е-75. Пять фрагов. Чувак идёт на воина. Вы думаете, вражеская Вафля сейчас будет как-то пытаться играть от местности? Пытаться сделать первый стрел, откатываться и как-то тащить бой? Нет! Он просто напишет. Уй, тебе воина! И утопится. Вот он, настоящий бойцовский характер. ПТ-шек. Да! Многие жалуются, что после игры на С-3 на С-8 не чувствуется броня совсем. Теперь представьте, каково после 110 танковать на ВЗ-111. Но повторюсь. Это Альфа! И то, что он такой быстренький. Ты везде успеваешь подъехать и подсосать. Это, конечно, здорово. Что ж, друзья, на этом всё. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если оно вам понравилось, то, конечно же, подписывайтесь обязательно на канал. И палец вверху, Лойс, не забудьте. Обязательно вступайте в контакт-группу, ведь там я выкладываю все видеозаписи, использованные в своих видео. А также я делаю анонсы стримов на Твиче. А если вы богатенький Бурати, у вас есть возможность и желание помочь финансово. Кошельки в описании. С вами был Кабриэль Ангеллаз. Остал Виста! Остал Виста!